Уважаемые зрители и слушатели удаленного интерактивного онлайн-курса по физике. Вы смотрите материал из серии программы «Минимума». Обращаю ваше внимание, это не теоретический минимум. Это минимум для тех, кто уже не первый раз пытается сдать экзамен. Напоминаю вам, что неспособность поддержать беседу по любому из вопросов «Минимума» означает невозможность получения положительной оценки на любой аттестации, проходящей по физике, после изучения соответствующего вопроса. Удовлетворительный же ответ на любой вопрос или на любые вопросы по программе «Минимума» еще не гарантирует получения положительной оценки на экзамене. Сейчас речь пойдет о круге вопросов, который является важнейшим для электромонтажников. Мы будем обсуждать закон Ома для постоянного тока. Мы начинаем. Я помню все слова тех лекций, где мы были. Хоть чаще были вы, а я все чаще нет. Еще один вопрос, пока не завалили. Еще один вопрос, а лучше бы билет. Еще один вопрос, пока не завалили. Еще один вопрос, а лучше бы билет. Закон Ома для пассивного участка цепи – это хрестоматийный школьный вопрос. Хотя в этом вопросе есть много опасных тонкостей. Начнем с терминологии. Долгое время различали два типа участков цепи. Пассивные – это участки цепи, на которых действуют только электрические силы на носителе заряда. И активные участки. Где помимо сил электрических действуют и другие силы, которые называют сторонними. К сторонним можно отнести гравитационные силы, магнитные силы, электрические силы. Да, собственно говоря, какие угодно, кроме сил, которые действуют на заряженные частицы со стороны электрического поля. Однако со временем терминология несколько изменилась. Почему-то в школьных учебниках пассивные участки цепи стали называть однородными, а активные – неоднородными. Ну, собственно говоря, как назвать не очень важно. Но дело в том, что в физике слово «однородный» и «неоднородный» зарезервировано совсем не на то, что подразумевает школьный учебник. Вообще говоря, однородным участком цепи или однородной средой принято называть кусок такого вещества, свойства которого не меняются при переходе от одной точки пространства к другой. А неоднородный, естественно, это такой объект, свойства которого меняются и различаются друг от друга в разных точках пространства. Точно так же можно говорить не только о пространственной однородности и неоднородности, но и об однородности относительно течения во времени. Если что-то у вас не меняется с течением времени, то такой объект или процесс называется однородным во времени, а если меняется – неоднородным. Почему решили этот же термин применять к описанию участков цепей, на которых действуют только электрические силы, и называть такие участки однородными, а там, где действуют кроме электрических сторонние силы, и называть их неоднородными, я лично не понимаю. На мой взгляд, пассивный и активный участок – это давно устоявшиеся термины, и непонятно, почему в начале 21 века кому-то пришло в голову эти термины поменять. Тем более, что и пассивный, и активный участки цепей, то есть участки цепи, где действуют только электрические силы, и участки цепей, где действуют и электрические силы, и другие сторонние силы, каждый из таких типов участков цепей может быть как однородным, например, это проводник, у которого поперечное сечение не меняется по его длине, химический состав остается неизменным и по длине, и по радиусу в поперечном направлении, а также может быть неоднородный. Где-то у нас проводник толстый, где-то он стал тонким. Поэтому я буду использовать старую терминологию – пассивные и активные участки цепей. Теперь начнем с обсуждения закона ОМА для пассивного участка цепи, по-новому, напомню, в кавычках, для однородного участка. Ну, собственно говоря, в чем состоит закон ОМА, знает каждый. Закон ОМА говорит о том, что И равняется У делить на Р. И в формулировку этого закона входят три величины – сила тока, напряжение и сопротивление участка цепи. Как вы уже, наверное, догадываетесь, самое главное при формулировке закона ОМА договориться, что мы подразумеваем под И, под У и под Р. И поэтому давайте с этим разберемся. Ну, что касается У, то это, пожалуй, самый простой вопрос, поскольку У – это разность потенциалов между концами проводника. Вот если у нас есть какой-то проводник, и на одном конце этого проводника потенциал Фи-1, на другом Фи-2, то У – это, вообще говоря, разность потенциалов, но с маленькой оговоркой. Если мы выбираем положительное направление проводника вот таким, и ток у нас будет течь в этом направлении, то, вообще говоря, разность потенциалов – это разница между потенциалом в конечной точке и начальной, то есть Фи-2 минус Фи-1. А вот в закон Ома входит напряжение или падение напряжения, которое есть Фи-1 минус Фи-2, то есть, грубо говоря, минус разность потенциалов. В этом смысле У – не совсем разность потенциалов, а скорее минус разность потенциалов. В той формулировке закона Ома для пассивного участка, которую чаще всего используют. Ну, естественно говоря о законе Ома, и ввозя понятие напряжения, вам понадобится понятие потенциала. Я напомню, что электрическим потенциалом в данной точке пространства называется потенциальная энергия единичного электрического заряда, помещенного в эту точку, а потенциальной энергией называется работа потенциальных, в данном случае, электрических сил по перемещению нашего заряда из данной точки пространства в точку, принятую за ноль. При этом, конечно же, надо знать, что такое потенциальные силы, конечно же, надо знать, что такое работа. Если у вас возникают проблемы с этими вопросами, вернитесь к предшествующим лекциям нашей серии «Обязательного минимума». Все это вопросы обязательного минимума, невозможность ответить на которые означает невозможность получения положительной оценки. Теперь, разобравшись с понятием напряжения, переходим к понятию силы тока. Прежде всего, что такое ток? Мы называем электрическим током направленное движение заряженных частиц. Если у нас имеется некоторый рой заряженных частиц, как положительных, а может быть, там есть и отрицательные частицы, то все эти частицы могут совершать какие-то движения. Например, хаотические движения, подобно тому, как рой мошек летает летний днём. При этом разные частицы или разные мошки могут двигаться со скоростями, направленными куда угодно. И может случиться так, что, несмотря на то, что каждая мошка или каждая частица довольно быстро летит, рой в целом остаётся на месте. В этом случае никакого электрического тока нет. Для того, чтобы появился электрический ток, необходимо направленное движение роя. Например, если бы это был рой из чисто положительно заряженных мошек, которые сперва летали хаотически и никакого тока не создавали, но потом подул слабенький ветер, при этом скорость ветра может быть гораздо меньше, чем скорость каждой из этих мошек, то в этом случае весь рой в целом будет постепенно смещаться со скоростью ветра, а не со скоростью движения каждой мошки. И вот такое смещение роя в том случае, если мошки заряжены, например, только положительно, будет называться электрическим током. Если же у нас имеется поровну положительные отрицательно заряженных мошек, и они все вместе смещаются в одну сторону, то в этом случае электрического тока не возникает. Поскольку положительно смещенные мошки создают перемещение положительного заряда в одну сторону, но в ту же сторону отрицательно заряженные мошки перемещают заряд отрицательный. И никакого макроскопического перемещения зарядов при этом просто не получится. Чтобы возник ток в случае роя, состоящего из смеси положительных и отрицательно заряженных мошек, в которых концентрация и заряды тех и других одинаковы, но заряды противоположны, нужно, чтобы одни мошки летели в одну сторону, а другие летели в другую. Или хотя бы покорились. Теперь давайте договоримся, как количественно характеризовать электрический ток. Пожалуй, самой удобной характеристикой является вектор плотности тока. По определению, вектором плотности тока называется произведение заряда каждой частицы, которая будет перемещаться и переносить этот заряд в пространстве, на концентрацию этих частиц, на среднюю скорость направленного движения этих частиц. Обращаю внимание, что здесь стоит средняя по ансамблю скорость. Каждая отдельная частица может летать с куда угодно направленной, может быть, большой скоростью. Но если при усреднении по всем частицам средняя скорость оказывается равной нулю, никакой плотности тока не возникает. Если же у нас имеются частицы разного сорта, ну, например, отрицательные электроны и положительные ионы, или еще что-нибудь, то мы должны для частиц каждого сорта сосчитать такое произведение. Буква альфа нумерует сорт частиц и просуммировать такие произведения по всем типам частиц. Это определение вектора плотности тока. Так же, как силовые линии электрического поля, векторное поле плотности тока может изображаться с помощью гладких линий, которые будут называться линиями тока. Эти линии рисуются так, чтобы в каждой точке такой линии вектор плотности тока направлялся по касательному. При этом, там, где линии плотности тока идут наиболее густо, скажем, вот здесь, говорится, что плотность тока велика. Там же, где линии идут редко, плотность тока мала. Мы так рисуем линии плотности тока, чтобы их густота соответствовала величине вектора й. Если теперь в пространстве, где имеется ненулевая плотность тока, имеется небольшая площадочка, которую мы уже привыкли характеризовать площадью дельта s, а еще лучше ее характеризовать вектором площади ds. Напомню, что вектор площади численно равен величине площади площадки, а направлен перпендикулярно плоскости этой площадки. Мы выбираем площадку всегда такую маленькую, что ее можно считать плоской. То в этом случае вводится понятие силы тока через маленькую площадочку. Площадочка маленькая, и поэтому сила тока будет мала. И мы определим силу тока, как скалярное произведение вектора плотности тока на элемент площади этой площадочки. Или это будет произведение модуля вектора плотности тока на величину площади, на косинус угла альфа между вектором плотности тока и j. И иногда говорят вектором площади, иногда говорят, что перпендикулярно поверхности площадочки задается нормаль. И тогда говорят, что это косинус угла между плотностью тока и нормалью к поверхности площадки. Если же у нас возникает площадка конечных размеров, какая-нибудь вот такая, пусть это кривая площадка, то ее можно разбить на небольшие участки, такие маленькие, что на каждом из них вектор плотности тока может считаться примерно равным константе. Тогда на каждой такой площадочке можно сосчитать силу тока. Давайте эти площадочки будем нумеровать буквы N. И тогда через N ячейку нашей поверхности потечет элементарная сила тока дельта и N равная скалярному произведению плотности тока на этой ячейке на элемент площади этой ячейки. Полный же ток через такую систему, вернее полная сила тока, будет равна сумме по всем ячейкам, на которые мы разбили поверхность, от скалярного произведения плотности тока через каждую ячейку на площадь каждой ячейки, при условии, что величина площади каждой ячейки будет достаточно мала, настолько мала, что все входящие в это выражение величины внутри ячейки и величина плотности тока, и площадочка, и косинус угла между нормалью и направлением вектора плотности тока на каждой ячейке будет считаться постоянно. Тогда такую величину, как мы уже с вами знаем, принято называть криволинейным интегралом по площади S от скалярного произведения плотности тока на dS или потоком вектора Y через конечную криволинейную поверхность. Вот так определяется сила тока. Для силы тока вводится специальная величина для измерения единицей сила тока является ампер. Ну, понятно, что ток в один ампер это сила тока, при которой через площадку в один квадратный метр за одну секунду протекает заряд, равный одному кулону. Если у нас площадка большая, то, естественно, мы должны просуммировать соответствующие силы тока через каждую единичную площадочку, и в результате мы получим, что сила тока равна величине заряда, пересекающего данную поверхность за одну секунду в единицу времени. Естественно, в том случае, когда у нас имеется замкнутая поверхность S, и через эту поверхность вытекают токи S, так я нарисовал вектор плотности тока, то за каждую секунду величина заряда внутри этой поверхности убывает. И вот это изменение количества заряда, я напишу минус дельта Q, потому что заряд, находящийся внутри поверхности, в том случае, если токи разносят заряды в разные стороны, уменьшаются. Естественно, этот заряд равен произведению суммарной силы тока, проходящей через эту поверхность, на интервал времени, за который мы рассматриваем убегание заряда. а сила тока, как мы с вами уже договорились, есть интеграл по площади, который в данном случае будет записан следующим образом, это интеграл по площади нашей замкнутой поверхности от произведения плотности тока на ДС, а в честь того, что у нас поверхность замкнута, я поставил на интеграле такое колесо, и надо умножить еще на интервал времени дельта t. Если теперь мы обе части равенства поделим на дельта t и устремим дельта t к нулю, то в левой части равенства мы получим скорость изменения суммарного заряда внутри поверхности. И эта скорость изменения, то есть производная от заряда по времени будет равна минус потоку вектора плотности тока через поверхность окружающую нашу область, где мы фиксируем наблюдаемый электрический заряд. Вот такое соотношение носит название закона сохранения заряда в интегральной форме. Когда-то в самом начале курса я формулировал закон сохранения заряда очень примитивными словами, говоря, что если мы сколько-то зарядов поместим в коробку с непроницаемыми стенками и через некоторое время посмотрим, сколько заряда у нас осталось в коробке, то количество заряда не меняется. В такой формулировке закон сохранения заряда учитывает возможность проникновения зарядов через стенки коробки или любой другой поверхности окружающей рассматриваемый объем. Если у нас заряд проходит через поверхность у нас текут токи и тогда оказывается, что скорость изменения заряда равна минус потоку плотности тока через поверхность внутри которой мы фиксируем изменения электрического заряда. у этой интегральной теоремы есть еще и дифференциальный аналог, который будет полезен в дальнейшем при формулировке уравнений Максвелла. Он выглядит следующим образом. Скорость изменения во времени плотности электрического заряда есть минус дивергенция плотности электрического тока или если вспомнить, что операцию дивергенции можно записать с помощью оператора НАБЛО, можно записать так, минус скалярное произведение НАБЛО на плотность тока, где НАБЛО это оператор пространственного дифференцирования. Итак, мы с вами уже договорились о том, что собой представляет напряжение или минус разность потенциалов и что собой представляет сила тока, входящая в закон Ома. Еще раз повторю, что силой тока называется количество заряда, протекающего через данное сечение проводника в единицу времени. Измеряется сила тока в амперах. Один ампер это ток такой силы, когда за одну секунду через рассматриваемое сечение проводника проходит заряд в один кулон. Осталось договориться, а что такое электрическое сопротивление. Как правило, на этот вопрос большинство учащихся отвечает в общем-то правильно. Это U делить на I. Но теперь возникает гигантский вопрос. Если мы называем сопротивлением отношения модуля разности потенциалов к силе тока, то в чем состоит закон Ома? В том, что I и R можно поменять местами, но, друзья мои, это хорошо известная математическая теорема о свойствах пропорции. Что тогда проверять на эксперименте? Вот именно поэтому я сейчас дам корректную формулировку закона Ома для пассивного участка цепи. Я бы этот закон сформулировал следующим образом. Опыт показывает, что для большинства проводящих тел сила тока примерно пропорциональна в величине разности потенциалов, приложенных к концу рассматриваемого однородного пассивного участка цепи. Обращаю внимание, что в этой формулировке слово однородный означает, что свойство проводника не меняется вдоль его длины, а слово пассивный означает, что внутри проводника на носителей зарядов действуют только электрические силы. Так сформулированный закон Ома требует некоторых пояснений. Во-первых, я произнес слово для большинства проводящих средств. Да, далеко не всегда сила тока связана с величиной разности потенциалов или с величиной напряжения линейной зависимостью. Например, ток в вакууме, тот ток, который протекает в электровакуумных приборах и обусловлен наличием движения свободных электронов, вовсе не подчиняется закону Ома. Там сила тока примерно пропорциональна напряжению в степени 3,2. Если же мы будем говорить о токах в газах, ну, скажем, у нас горит какая-то газоразрядная лампа, то вообще говоря, там связь силы тока с приложенной разностью потенциалов или напряжением очень сложная, она нелинейная, и когда у нас горит разряд, очень часто эта связь имеет экспоненциальный характер. А вот в большинстве обычных металлических проводников и в большинстве растворов или расплавов электролитов действительно сила тока пропорциональна напряжению или величине разности потенциалов. Правда, эта пропорциональность приближенная. Вообще говоря, если очень слепо верить закону Ома, то мы должны сказать, что в случае, если на лампочку подано напряжение или разность потенциала в 220 вольт и она горит нормально, то уменьшение напряжения в два раза до 110 вольт приведет к тому, что сила тока, протекающая через лампочку, уменьшится в два раза. На самом деле это не так. Дело в том, что при уменьшении напряжения потечет меньший ток, а следовательно температура нити накала лампочки изменится и вообще говоря, при этом изменится сопротивление нити накала и ток через лампочку не окажется точно пропорциональным напряжением. В этом еще легче убедиться в мысленном эксперименте, когда на лампочку, рассчитанную на 220 вольт, мы подадим напряжение 440 вольт. В этом случае ток вовсе не возрастет в два раза. Я почти уверен, что ток окажется равным нулю. Лампочка перегорит. Поэтому я так и сказал осторожно, что опыт показывает, что сила тока примерно пропорциональна приложенной разности потенциалов. А если это так, то отношение величины разности потенциалов к силе тока является примерно константой. И вот эту константу по определению называют электрическим сопротивлением пассивного однородного участка цепи. если мы ввели вот таким образом понятие сопротивления, то закон Ома для пассивного участка можно сформулировать еще и так. Для большинства проводящих сред электрическое сопротивление однородного участка, на котором не действуют сторонние силы, с хорошей степенью точности примерно оказывается константой. Так сформулированный закон Ома для пассивного участка иногда называют законом Ома его интегральной формулировки. Кроме интегральной формулировки закона Ома полезно пользоваться ее дифференциальным аналогом. В том случае, если участок цепи однородный, мы можем выделить некоторое перпендикулярное проводнику сечения С, и в этом случае сила тока, равная интегралу по площади С от плотности тока на элемент площади будет равна просто произведению плотности тока на величину этой площади. Тогда плотность тока окажется равной по модулю, конечно, отношению силы тока к величине площадки. Кроме того, если мы рассматриваем однородный участок цепи, то электрическое поле на этом участке цепи в каждой точке должно быть одним и тем же и направленным вдоль проводника. Дело в том, что если электрическое поле окажется направленным как-то под углом, то оно будет заставлять двигаться заряды не только вдоль проводника, но и частично поперек, и тогда на границах проводника скопятся нескомпенсированные заряды, и они будут накапливаться до тех пор, пока создаваемое ими дополнительное поле не скомпенсирует поперечной составляющей поля электрического. Поэтому в проводниках электрическое поле может смотреть лишь в том направлении, куда беспрепятственно могут двигаться заряды. если у нас поле однородно, то величина разности потенциалов между концами проводника может быть найдено просто как произведение от напряженности поля на длину проводника. на самом деле конечно разность потенциалов по определению это интеграл от одной точки до другой от скалярного произведения вектора напряженности электрического поля на перемещение. Но поскольку у нас поле направлено в каждой точке проводника в одном направлении, куда мы и перемещаемся, и поле в однородном проводнике однородном, то интеграл сводится к такому простому отражению. Ну, а если у нас выполняются такие соотношения, то мы можем написать, что величина сопротивления равна отношению произведения напряженности электрического поля на длину проводника, делить на произведение плотности тока на поперечное сечение проводника. в результате то, что здесь написано, можно переписать следующим образом. Плотность тока равна отношению длины проводника поперечной площади его сечения, деленному на сопротивление, умноженному на напряженность электрического поля. поскольку у нас итог направленное движение заряда и напряженность поля смотрят в одну сторону, в этом равенстве можно поставить вектора. Хорошо известно из школьного курса, и очень скоро мы с вами это покажем, что величина сопротивления проводника однородного может вычисляться как произведение удельного сопротивления проводника на длину проводника на площадь поперечного сечения. Это равенство нам еще предстоит обосновать. Но если теперь полученное соотношение подставить r в таком виде, мы с вами сразу же получим, что плотность тока есть единица делить на удельное сопротивление на напряженность электрического поля. Величину обратную удельному сопротивлению принято называть удельной проводимостью. Не путайте с плотностью заряда, распрязанного по поверхности. К сожалению, в физике очень часто возникает ситуация, когда букв не хватает. Ну и тогда мы с вами получаем, что плотность тока равна произведению удельной проводимости на напряженность электрического поля. Это соотношение носит название дифференциальной формы закона Ома. Кстати, скажу, что в случае анизотропных сред, когда свойства среды различаются в разных направлениях, может случиться так, что вектор плотности тока не сонаправлен с вектором напряженности поля в большом проводнике, где границы не мешают движению заряда. В этом случае связь между плотностью тока и напряженностью поля оказывается, выражается не через скалярную величину сигма, а через матрицу 3х3, которая прячет в себе информацию о различии свойств проводника в разных направлениях. Тогда говорят, что эта связь носит тензорный характер и в честь того, что в общем случае сигма является матрицей, здесь ставят значок тензора или домик, который говорит о том, что данная величина является матрицей. Дорогие друзья, мы с вами только обсудили смысл привычного закона ОМА для пассивного участка. Впереди еще много работы. Во-первых, мы даже не пытались понять, почему выполняется закон ОМА для пассивного участка, почему сила тока оказывается пропорциональной приложенной разности потенциала. Во-вторых, кроме пассивных участков, где действуют только электрические силы на носителе зарядов, существуют участки активные, учет которых требует обобщения закона ОМА. Сейчас мы этим займемся. обоснование закона ОМА для пассивного участка и одновременно вывод формулы для закона ОМА для участка активного я буду делать на базе классической теории электропроводимости металлов. В рамках этой теории проводник я нарисовал кусочек этого проводника с постоянными свойствами. Это однородный участок в том смысле, что свойства проводника не зависят от точки пространства. Но сейчас я буду рассматривать этот проводник не как пассивный, а как активный. прежде всего в проводнике имеются узлы кристаллической решетки, которые расположены периодически и между этими узлами свободно летают электроны, которые в случае объединения атомов в кристаллическую решетку металла, покидают своих хозяев и в результате оставшиеся узлы кристаллической решетки оказываются заряженными положительно, а между узлами свободно или почти свободно летают электроны. электроны не могут покинуть проводник, как правило, поскольку если какой-то заряд покинет проводящую поверхность, как известно из электростатики, там сразу наведутся положительные заряды, которые своим полем постараются вернуть беглеца обратно. если кинетической энергии такого стремящегося убежать электрона будет недостаточно, он будет возвращен обратно. Только самые быстрые электроны могут покинуть проводник, поэтому при нагревании проводника возникает явление термоэлектронной эмиссии, когда самые быстрые электроны этот проводник покидают. Во всяком случае, так объясняет термоэмиссию классическая теория проводимости. Пока мы не будем говорить об электронах, покидающих проводник. Тогда все свободно движущиеся в проводнике электроны замперты в проводнике подобно тому, как молекулы идеального газа заперты в стеклянном или каком-либо другом сосуде. И, наверное, тогда к электронам, которые образуют внутри проводника что-то напоминающее на идеальный газ, с некоторыми оговорками можно применить известные уравнения для идеального газа. А именно, что кинетическая энергия хаотического движения электрона в проводнике по порядку величины равна трём вторым КТ. Из этого соотношения можно оценить среднюю скорость хаотического движения, которое оказывается по порядку величины равной корню из КТ делить на массу электрона. В этом соотношении я не оставил подкорнем тройку по одной простой причине. Замена электронов внутри проводника на идеальный газ является ужасно грубой моделью. Такой грубой, что в рамках ошибки самой модели учитывать множители порядка единицы, а корень из трёх он где-то лежит между единицей и двойкой учитывать эти множители просто бессмысленно. Так выглядит проводник, пока к нему не приложено электрическое поле. Если же мы теперь включим электрическое поле, которое на однородном участке проводника будет однородным, вот это я решаю электрическое поле. Мы договорились, что электрическое поле может смотреть только вдоль оси проводника в том направлении, куда заряды могут перемещаться. Поперечная компонента будет скомпенсирована скопившимися полем, скопившимся на границах проводника зарядами. Вот это у нас электрическое поле. Ну и давайте уж сразу договоримся о том, что длина участка проводника равна L, а площадь поперечного сечения равна S. тогда наверное для движения вдоль оси Х, а ось Х я направлю по оси проводника, можно написать для электронов второй закон Ютона. Масса электрона на его ускорение есть действующая сила, равная заряду электрона или другого носителя заряда на электрическое поле, которое направлено вдоль оси Х, поэтому я могу не писать векторов. У нас одномерная задача. Но это еще не все. Мы договорились, что в принципе на носителе заряда в проводнике могут действовать еще и другие силы, которые мы теперь учтем, назвав их сторонними. Сторонние силы тоже могут направляться только вдоль оси проводника, поскольку если у сторонних сил есть вертикальная компонента, они погонят заряды к границе проводника, там заряды скопятся и создадут свое вертикальное поле, как электрическое поле, которое скомпенсирует вертикальное действие сторонних сил. Мы будем считать, что между столкновениями с препятствиями в проводниках электроны, образующие электронный газ в металле, двигаются практически свободно. Если на них действуют какие-то силы, то это движение оказывается равно ускоренным. В результате ускорения носителей зарядов будет равняться единица на m суммы давайте я еще вынесу за скобки заряд электрона, а здесь будет напряженность электрического поля плюс отношение сторонних сил к заряду электронов. пусть двигаясь внутри проводника без столкновений электроны могут продолжать такое движение в течение времени Тау. Тау мы назовем средним временем свободного движения это примерный период времени между столкновениями. тогда двигаясь ох нехорошо я написал буква х это хаотическое движение а сюда я направил ось х которая с хаотическим будет путаться давайте здесь поставим z и тогда у нас здесь будет z проекция узкой среднее время свободного движения или среднее время свободного пробега позволяет нам найти конечную скорость направленного движения электрона эта скорость будет направлена вдоль оси z поэтому я напишу vz и при равноускоренном движении эта скорость равна произведению ускорения на время движения без столкновений далее электрон натыкается на препятствие отскакивает от него в произвольном направлении в результате чего скорость направленного движения превращается в скорость хаотического движения таким образом когда мы включаем электрическое поле у нас хаотическое движение электронов постепенно возрастает со временем растет соответствующая скорость Следовательно, растет температура. Поэтому мы ожидаем, что при протекании тока через проводник будет происходить процесс накривания. Ну и естественно, теперь подставляя сюда ускорение, мы получим, что максимальная скорость направленного движения будет равна отношению заряда электрона к массе на время свободного пробега, на сумму напряженности электрического поля и отнесенных к заряду электрона сторонних сил. В выражение для плотности тока, как я надеюсь, вы еще не забыли, входит средняя скорость направленного движения, а вовсе не максимальная. Понятно, что при равноускоренном движении средняя скорость направленного движения должна равняться 1 и 2 от максимальной скорости, которую набирает электрона во время свободного движения без столкновения. Но поскольку наша теория очень грубая, и мы уже выкинули корень из трех, давайте останемся последовательными. И одну вторую здесь мы тоже выкинем, написав, что средняя скорость дается таким же выражением. Ку-ге-тау на массу на сумму электрического поля плюс отнесенных к величине заряда электрона сторонних сил. Если мы нашли среднюю скорость направленного движения, мы сразу же находим плотность тока, как произведение заряда электрона на концентрацию на среднюю скорость направленного движения. Или квадрат заряда электрона на концентрацию на время свободного пробега средняя делить на массу электрона на Е плюс F сторонняя делить на заряд электрона. Друзья мои, мы уже почти получили закон Ома. Давайте теперь умножим это равенство на площадь. И вспомним, что произведение плотности тока на площадь проводника в случае однородного участка это сила тока. Это тогда у нас получится квадрат заряда на концентрацию на среднее время свободного пробега на массу. Теперь у нас будет площадь, а вместо напряженности поля я напишу модуль разности потенциалов, пока я не хочу заниматься тем, куда течет тока, какой знак надо писать разности потенциалов. Делить на длину проводника, ведь у нас поле однородно, и если здесь потенциал F1, F2, а здесь потенциал F1, то разность потенциалов F2 минус F1, это есть произведение напряженности поля на длину проводника, только если у нас мы перемещаем заряд вдоль электрического поля, то соответствующая работа будет равна минус разности потенциалов, поэтому здесь стоит минус. У нас в том случае, когда поле смотрит в этом направлении, потенциал в этой точке ниже, чем потенциал в этой. Плюс сторонние силы на заряд, которые мы оставили пока нетронутыми. Ну и последнее усилие. Давайте из этого равенства вынесем за скобки L и напишем результат в следующем виде. Сила тока равна QE в квадрате на N на Тау на М. С делить на L, а в скобках останется величина разности потенциалов, плюс произведение сторонних сил на длину проводника, деленные на заряд, частица, которая переносит ток. Это победа. Мы засчитали силу тока, протекающую в однородном участке цепи, где помимо электрических сил действуют силы сторонние. Осталось входящие в это выражение буквы назвать своими именами. Для этого рассмотрим частный случай пассивного участка цепи, когда сторонних сил нет. Тогда с одной стороны мы знаем, что в этом случае сила тока должна равняться отношению разности потенциалов, деленной на сопротивление. С другой стороны, из нашего соотношения, мы можем написать, что это есть квадрат заряда носителя. В случае проводника это электрон. На концентрацию носителей на среднее время свободного пробега делить на массу электрона. На площадь проводника делить на его длину на разность потенциалов. Это слагаемое мы пока снова считаем равным нулю, вернувшись к пассивному участку цепи. Ну сравнивая эти два равенства, мы сразу же видим, что то, что я сейчас обвожу зеленым цветом, есть не что иное, как единица делить на сопротивление. Таким образом, отсюда следует, что перевернутое выражение, обведенное зеленым, есть сопротивление проводника. Сопротивление проводника есть отношение массы электрона к квадрату заряда электрона на концентрацию на среднее время свободного пробега, умножить на длину проводника, делить на площадь поперечного сечения. Я хочу, чтобы эту формулу вы сравнили с хорошо известной формулой школьного курса, согласно которой сопротивление проводника, это удельное сопротивление проводника, умножить на его длину на поперечное сечение. Во-первых, у нас тоже получилось, что величина сопротивления пропорциональна отношению длины проводника к его поперечному сечению. И тогда из сравнения этих двух формул мы понимаем, что удельным сопротивлением проводника является вот такая величина. Друзья мои, мы с вами сосчитали удельное сопротивление. Оно оказывается равным M делить на квадрат заряда носителя на концентрацию на среднее время свободного пробега. Друзья мои, во-первых, мы теоретически обосновали закон ОМА для пассивного участка. У нас получилось действительно, что сила только пропорциональна разности потенциалу. Во-вторых, мы теоретически обосновали выражение для удельного, для сопротивления проводника, что оно пропорционально длине проводника и обратно пропорционально поперечному сечению. И мы получили явное выражение для коэффициента пропорциональности, который называется удельным сопротивлением. Ну а мы с вами уже договорились, что эта величина, с другой стороны, является проводимостью удельного проводника в минус первую степень. Естественно, теперь очень бы хотелось проверить экспериментальные данные об удельном сопротивлении и сопоставить их с тем, что у нас получилось. Единственная беда состоит в том, что в данном выражении не очень понятно, что следует подставлять в виде среднего времени свободного пробега. Масса, в случае металла, наверное, масса электронов. Концентрация электронов – это, наверное, концентрация узлов кристаллической решетки на количество электронов, которые отдаются каждому узлу. А это валентность умножить на концентрацию. Итак, концентрация электронов – это произведение валентности узлов кристаллической решетки на концентрацию узлов. Заряд электрона – тоже понятно, что такое. Осталось найти Тау. Ну, понятно, что Тау хорошо оценить, как отношение длины пробега частицы, которая происходит без столкновений, такую длину называют длиной свободного пробега, к скорости движения частиц. Теперь есть вопрос, к какой скорости? К скорости хаотического движения или к скорости направленного движения? Но на самом деле, конечно, к суммарной скорости. Когда вы на что-то натыкаетесь, то частота столкновений определяется тем, с какой скоростью вы вообще двигаетесь. Неважно, скорость эта хаотическая или направленная. Однако, если мы возьмем проводники в нормальных условиях, то по этой формуле можно оценить скорость хаотического движения. Ну, а скорость направленного движения, зная силу тока и площадь проводника, можно оценить по этой формуле. У нас оказывается, что скорость хаотического движения на полтора-два порядка больше, чем скорость направленного движения при разумных значениях тока. Поэтому сюда можно приближенно подставить скорость хаотического движения. И тогда мы здесь получаем для среднего времени свободного пробега длину свободного пробега умножить на корень из массы делить на КТ. Ну и тогда окончательно для удельного сопротивления мы получаем следующее выражение. В качестве Тау надо подставить вот такое произведение. Поэтому масса в числителе останется под корнем. Корень из массы сократился. В знаменателе останется квадрат заряда на концентрацию на среднюю длину свободного пробега. Корень из постоянной Больцмана перейдет в числитель, я его напишу вместе с массой. И самое главное еще появится корень из температуры. Наша теория предсказывает, что удельное сопротивление проводника должно возрастать с ростом температуры. Как корень из Т. То есть вести себя примерно вот таким образом. Но во времена развития классической физики умели работать только с достаточно высокими температурами и проверять на опыте этот факт, предсказанный классической теорией, можно было лишь на достаточно узком диапазоне температур, в районе комнатной температуры. При этом действительно наблюдался на опыте, как правило, возрастания удельного сопротивления проводника с ростом температуры, но на маленьком участке, что это корень или какая-то другая функция, различить было трудно, поэтому приближенно всегда считалось, что на небольшом участке связь удельного сопротивления с температурой линейная. Извините, тут, конечно, у нас температура абсолютная, но вот это величина порядка 200 градусов Цельсия, да? Ну или 300 даже. Наконец, для того, чтобы количественно оценить удельное сопротивление, надо определиться со средней длиной свободного пробега. Как-то казалось само собой разумеющимся, что движению направленному электронов мешают узлы кристаллической решетки. Они на них просто натыкаются. Электроны на эти узлы и рассеиваются. Тогда в качестве длины свободного пробега разумно подставить расстояние между узлами решетки, которые не так трудно вычислить. Если это сделать, то по порядку величины так рассчитанное удельное сопротивление прекрасно согласуется с экспериментальными данными, согласно которым у всех металлических проводников удельное сопротивление меняется от проводника от одного к другому не очень сильно. и по порядку величины прекрасно согласуется с тем, что дает классическая теория. Это был гигантский успех классической теории, которая объяснила закон Ома, объяснила зависимость сопротивления от размеров проводника и даже сумела вычислить удельное сопротивление проводника, предсказав его рост с температурой. В скобках замечу, что дальнейшее развитие физики показало очень плохую применимость к классической теории проводимости. Оказалось, что эта зависимость ведет себя не так, как предсказывается теорией. Для большинства материалов удельное сопротивление при низких температурах вовсе не стремится к нулю, а стремится к некоторому постоянному значению. А у некоторых материалов удельное сопротивление, еще не доходя до нуля, скачком обращается в ноль. Это так называемые сверхпроводники. И поэтому температурная зависимость на самом деле куда сложнее, чем предсказывается классической физикой, и на этом языке никак не может быть объяснена. Более того, современная теория проводимости, основанная на кванковой механике, совсем по-другому описывает эти эффекты. И в рамках этой теории оказывается, что электроны вообще очень мало похожи на идеальный газ, и скорость их хаотического движения таким образом ни в коем случае не должна описываться. Тот же успех классической теории, о котором я сейчас говорил, скорее всего является просто случайным совпадением цифр. Но тем не менее, классическая теория в каких-то пределах может быть рабочей, и теперь с ее помощью мы с вами получим закон Ома для активного участка цепи. Договорившись о том, что этот множитель является единицей, деленной на сопротивление, и вспомнив о том, что в проводнике в принципе могут существовать сторонние силы, для активного участка можно написать следующее выражение на силу тока. сила тока на активном участке равна разности потенциалов плюс произведение сторонних сил на длину проводника делить на заряд, делить на сопротивление. Поскольку ток, как договорились, представляет собой направленное движение положительных зарядов, а не движение отрицательных электронов, то ток течет от плюса к минусу вдоль линий электрического поля, и поэтому если ток мы считаем положительным, а φ2 меньше, чем φ1, сюда надо подставлять разность потенциалов взятую со знаком минус, так как φ2 меньше, чем φ1, как мы с вами договорились. Именно поэтому вместо модуля разности потенциалов сюда подставляется так называемое напряжение. Что касается дополнительного слагаемого, которое учитывает действия сторонних сил, то произведение сторонних сил на длину участка проводника имеет размерность работы сторонних сил, но эта работа делится на величину заряда, который переносится, в том числе под действием сторонних сил. Соответствующая комбинация так часто встречается в электротехнике, что для нее придумали специальное, я бы не сказал, очень удачное название, эту величину принято называть ЭДС, электродвижущей силы. Итак, ЭДС это по определению работа сторонних сил, произведение силы на перемещение в однородном участке цепи. Работа считается как произведение силы на перемещение на поясе нос угла, который равен единице, поскольку перемещение происходит вдоль того направления, куда действуют сторонние силы. Делить на величину заряда носителя. Итак, ЭДС это работа сторонних сил по перемещению через проводник единичного электрического заряда. Тогда закон ОМА для активного участка цепи, который сейчас в школьном учебнике называется однородный участок, что, конечно, неоднородный участок, что, конечно, неверно. Мы рассматриваем на самом деле активный однородный участок цепи, у которого свойства не меняются в ДСС. Итак, ток на активном участке цепи равен минус разности потенциалов или напряжению плюс-минус ЭДС делить на сопротивление. Почему плюс-минус ЭДС? Сторонние силы могут действовать как в направлении движения зарядов, так и в противоположном. В зависимости от того, помогают или мешают сторонние силы протеканию тока в выбранном направлении, надо писать ЭДС с тем или иным знаком. Ну, вот это соотношение и носит название закона ОМА для активного участка цепи. Для расчета электрических цепей достаточно сложных, например, я нарисую фрагмент такой цепи, вот какое-то сопротивление, какой-то источник ЭДС, их рисуют обычно как батарей. Пусть у нас имеется сопротивление Р1 и на этом участке источник ЭДС Е1. Тут сопротивление Р2 с источником ЭДС Е2, сопротивление Р3 и источник ЭДС Эпсо 3, и тут сопротивление Р4 и в общем случае какой-то источник ЭДС. Может быть на некоторых участках цепи ЭДС равны нулю. Сопротивление, как правило, существует на каждом участке. Но это не вся цепь. В принципе, отсюда могут отходить провода, расходящиеся в разные стороны, и цепь может быть очень сложной. Я выбрал сейчас некоторый замкнутый участок цепи, который мы будем называть замкнутым контуром. Возникает вопрос, как рассчитать такой участок цепи, а вернее всю цепь. В принципе, мы считаем, что заданы значения ЭДС во всей цепи и заданы все сопротивления. Метод расчета состоит в следующем. На каждом участке цепи, не содержащем ветвления, а точки, где цепь ветвится, будем называть узлами цепи, так вот, на каждом участке, заключенном между двумя узлами, надо задать направление электрического тока и его силу, которая подлежит вычислению. Если мы имеем представление, в каком направлении течет ток, лучше задавать направление тока при расчете совпадающем с тем, куда должен течь ток на самом деле, по нашим представлениям. Если цепь очень сложная и трудно сказать, куда течет ток, можно задавать направление тока в произвольное. И один, и два, и три, и четыре. Если мы ошиблись с выбором направления тока, то в результате расчета на данном участке цепи ток окажется отрицательным. В каждом узле введем понятие потенциала. Тут потенциал φ1, тут φ2, тут φ3, тут φ4. в принципе для каждого активного участка цепи между двумя узлами можно записать закон Ома для активного участка и написать много-много уравнений, решив которые, как можно показать, всегда можно найти все токи и все потенциалы, которые имеются в нашей цепи, если, конечно, задан потенциал какой-нибудь одной точки цепи. Как правило, потенциал той точки цепи, который задан, проще всего его определить, заземлив эту точку и сказав, что потенциал этой точки равен нуле. Хотя потенциалы, как и потенциальные энергии, определяются с точностью до константа. Совсем не обязательно какую-то точку считать нулевой. можно считать любой константой. Потенциалы задаются с точностью до постоянной константы. Можно показать, что, пользуясь законом ОМО для активного участка, всегда можно составить столько уравнений, что все неизвестные, а именно все токи и все потенциалы для сколь угодно сложной цепи будут найдены, если заданы все источники ЭДС, значения ЭДС и сопротивления. Напомню, что знак ЭДС надо выбирать каждый раз таким, что если соответствующая ЭДС помогает протеканию токов в выбранном вами направлении, ее надо учитывать со знаком плюс, мешает со знаком минус. Однако, для расчетов цепей часто используются эквивалентные соотношения, которые называются законами Киргофа. Ну, во-первых, если мы рассматриваем какой-то узел цепи, в который втекает ток И2, вытекает ток И3, но и по этому проводу может течь какой-то ток и с волной, например, то из закона сохранения заряда количество заряда в этом узле не должны меняться. Это означает, что алгебраическая сумма токов в каждом узле должна равняться нулю. Такое соотношение носит название первого закона Киргофа. Далее, для каждого из участков цепи можно написать закон Ома для активного участка, скажем, для первого участка И1 Р1 равняется разность потенциалов со знаком минус Фи1 минус Фи2 плюс-минус ЭДС на первом участке цепи. Для второго участка И2 Р2 это будет минус разность потенциалов на втором участке, то есть Фи2 минус Фи3 плюс-минус ЭДС 2 для третьего участка И3 Р3 Фи3 минус Фи4 плюс-минус ЭДС 3 и для четвертого участка я выбрал контур с четырьмя участками И4 Р4 для этого участка номер 4 здесь будет потенциал Фи4 а конечный потенциал это будет Фи1 плюс-минус ЭДС 4 Теперь сложим все эти четыре уравнения Обратите внимание что этот потенциал сократится с этим этот с этим этот с этим а этот с этим и все потенциалы в таких уравнениях взаимно сокращаются Это очевидно потому что изменение потенциала по замкнутому контуру должно равняться нулю Ведь у нас есть интегральная теорема для электрического поля согласно которой циркуляция вектора Е по любому замкнутому контуру в том числе и по такому контуру обязана быть нулевой И в результате мы получаем что сумма так называемых падений напряжения произведения силы тока на каждом участке на сопротивление на каждом участке должна равняться сумме ЭДС на каждом участке взятых со знаком плюс или минус в зависимости от того как включены эти батарейки ЭДС Соответствующее соотношение называется вторым законом Киргофа Можно показать что совокупность первого и второго закона Киргофа для сколь угодно сложной цепи постоянного тока позволяет составить такое количество независимых линейных уравнений что эта система уравнений может быть решена относительно всех токов и потенциалов сколь угодно сложной цепи поэтому законы Киргофа как и закон ОМО для пассивного для активного участка цепи позволяют рассчитать практически любую электрическую цепь ну и последнее мы с вами договорились что при протекании электрического тока по какой-либо цепи должно выделяться тепло поскольку носители зарядов получают энергию от электрического поля а может быть и сторонних сил и эта энергия должна куда-то деваться если у нас ток течет постоянный то скорость движения носителей зарядов не должна меняться эта энергия уходит в виде тепловой энергии если у нас течет по участку цепи постоянный ток то скорость среднее направленного движения зарядов не меняется следовательно кинетическая энергия зарядов которые переносятся током остается постоянным вспомним теорему изменения кинетической энергии изменение кинетической энергии равно работе на участке 1-2 всех сил мы договорились что поскольку при постоянных токах скорость зарядов не меняются то изменение кинетической энергии равно нулю а силы которые действуют на данном участке это кулоновские силы силы электрического поля это силы сторонние и эффективные силы трения которые описывают потерю энергии зарядов при столкновениях с препятствиями проводники назовем эти силы диссипативными таким образом мы получаем что работа диссипативных сил равна минус сумме работ сил электрического поля и сторонних сил поскольку работа сил электрического поля равна минус разности потенциалов умноженной на перенесенный заряд то здесь можно написать что эта работа равна произведению падения напряжения У на данном участке на перенесенный заряд работа сторонних сил равна произведению ЭДС на перенесенный заряд если теперь обе части этого равенства поделить на время ДТТ то здесь мы получим работу диссипативных сил которая будет отрицательна но эта работа с точностью до знака равна тепловой мощности выделяющейся на проводнике поэтому здесь мы получаем тепловую мощность которая будет равна произведению разности потенциалов но отношение дельта кук дельта т на силу тока плюс ЭДС на силу тока или сумма разности потенциалов ЭДС конечно ЭДС надо учитывать со знаком с которым она входит на данном участке цепи на силу тока но поскольку эта сумма равна и на r в результате мы получаем и в квадрате r так как вот эта сумма по закону Ома равна и на r соответствующий закон для вычисления тепла выделяющегося в проводнике в единицу времени при протекании по нему тока носит название закона Джоуля Ленца вот и все как видите закон Ома это очень просто но не очень коротко и поэтому оставайтесь с нами друзья ты неудоб мне влепил и слезы утираешь вернусь я через год а может через пять уверен я в одном всех не начисляет и в том что суждено нам встретиться опять уверен я в одном всех не начисляет и в том что суждено нам встретиться опять в том Продолжение следует...